Конечно, вам вскопать. Но там, где гвардия наступает, враг не устоит. Это теперь Василию Михайловичу эти шесть соток кажутся непосильной ношей. Раньше вместе с женой собирали здесь по 90 вёдер картошки. Жена умерла несколько лет назад. Одному ему столько не нужно. Огород не бросает в память о жене и всё же надеется на большой урожай. Надежду воплотить в жизнь взялись несколько ребят. Вооружившись лопатами, вмиг вскопали территорию от колышка до колышка. То для дела, а для души – деревца черешни. Опускай. А дальше дело техники. Ну вот, ребята, первое дерево вы посадили. Теперь вам осталось родить сына и построить дом. Ягоды Василий Михайлович любит в военные годы. Именно они привели его к подвигу. Когда служил в разведке на Кавказе, вместе с напарником пошёл собирать те самые ягоды. В горах встретились фашистские офицеры. Уничтожить пронеслось в голове. И Василий Михайлович с 30 метров решил судьбу врага. Подвиг молодого солдата оценили. Комиссар медаль снимает, вешает мне на гимнастёрочку. И всем говорит, вот, берите пример. На Кителе Василия Михайловича от медалей свободного места нет. Но главную награду сюда не прикрепить. На самая дорогая награда, медаль это, или знак, или орден. Это жизнь. Жизнь. О том, что в жизни важно, Василий Михайлович узнал, как только попал на поле боя. Когда объявили войну, ему было всего 14. Чтобы попасть на фронт, ему пришлось прибавить себе ещё два года. Совсем молодой мальчишка пережил все ужасы той войны. Смерть сослуживцев, голод, боль. Такие же молодые, как и он, в то страшное время, сегодня пришли, чтобы сказать спасибо воину-победителю. Да не просто словом. С помощью нашей акции мы выражаем наши чувства ветеранам Великой Отечественной войны, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. До конца августа такое же спасибо от этой группы молодых людей получат ещё 100 ветеранов. Не такая уж у нас безразличная молодёжь. Валерия Гавриловская, Денис Ерёменко для программы Оперативный эфир.